Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шашкевичу Настасю Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я не смогла зарабить это вольно. Я чула, что нечто не то, что я учимся не до недо. Она говорит, добрая Волечка, а зараз, вот если я запрашиваю на встречу, есть такое обеднание, добрые, милые люди, обеднание талака. Коли можешь, приходь. Городин собирается, а приходь до меня додумай, там уже знаете место, где можно встретиться. Литерально вот так она говорила, вот такой манеры. Она одразу позитивна. Коли говоришь, не возникает адмонного, ничего. На угол то, с чем пришел адмонным, оно возникало. Говорит, а вот как раз на Новый год у нас, и мы заезжаем с Сергеем, и не будет кому спевать. Приди поспевай с Талаковцем. Так что она повернула мою лёгкость в прямом смысле слова. И потом она говорит, Вольга, а приезжай до меня на квартиру жить, ты в садочку працуешь, и мы будем жить, нам будет добро разом. Бо я вот зараз живу одна. Она на углу раздала ключи вот Талаковцам, когда они приходили, бо она боялась быть одна. И мы приходили, там уже нехто горбату готовил, нехто уже капусточки зарабил, нехто бульбочки купил, нехто пляшки сдал пустые, спад там воды напоев яких. И уже нехто купил там себе. Могли вот так вот жить с Талаковцем приходишь, жить просто мило. Это было правда. Я про с когостя доведовалась, как дубовцы, как дубовцы, как она живут, а как Таня, а что Таня, а как новинную Таня, я так не хопала за сюда их побоч, мне не было махшимостей поехать в Вильнюю, так вот вольно ездить, как зимой сустракаться. Я у Змитера Бартосика пыталась, а как там Таня, а как дубовец, а как и шештости. Засюды, как бы небашные, сновали за моей спиной я канелы, особливо Таня. И Таня учила мне поэзии разбираться и отшувать эту метафору, отшувать этот родок мастацкий. Бу я, шширо скажу, я не разбиралась на те годы, в конец 80-х, никто мне этому не учил. И, дякуючи ей, я на сегодняшний час, я не поэтка, я не пишу верши, але мне хотелось нечто такое написать, как было просто милое доброе слово для Тани. Она любила эту песню спевать, напевать. Бо там есть такие слова. Тут нехто был, горбату пил, и верш складал, А пошни номер нашей Нивы, и он читал, А я свои избираю речи, пишу цедулку. До встречи, Татьяна Сапач, добра ночь. И коли тягника спеваюць песню мне, А б тым, што в ней ляхутка, што мені гукне. Скрозь слезы бастрабрамской маці, Пачую, воля, пачакайте. Я не знаю, откуда делась эта метафора. Слез бастрабрамской маці, чому слезы? Не ведаю тады. Бо, может быть, мне такий стан был относно Таня, што я бракавала, што это были как раз мои слезы. Больше таки, воля, пачакайте, Гэта говорила Таня. Гэта я юй в усны в гэтым вешше уклала гэта словы. Колы тягника спеваюць песню мне, А б тым, што в ней ляхутка шибя не гукне. Скрозь слезы бастрабрамской маці, Пачую, воля, пачакайте. Татьяна Сапач, добра ночь. Татьяна Сапач, добра ночь. Добра ночь. Татьяна Сапач, Татьяна Сапач, добра ночь. Татьяна Сапач. Татьяна Сапач. Татьяна Сапач. Татьяна Сапач. Татьяна Сапач. Татьяна Сапач. Продолжение следует...